Где-то, наверное, был элемент случайности, но в основном, конечно, закономерность. Мы занимались бизнесом, и мы, естественно, в первую очередь покупали те предприятия, акции тех предприятий, на которых мы занимались. Те предприятия, которые были связаны с нашим бизнесом. Потому что бизнес нам был понятен, нам было понятно, ценообразование нам было понятно, более-менее производство, экономика. Ведь понимаете, в чем реальная разница между социалистическим методом управления предприятиями и капиталистическим? При социализме руководителям предприятия обычно становятся производственниками. Потому что страна была в постоянном дефиците, и главная задача для руководителя было произвести. А при капиталистическом, главная задача руководителя предприятия продать произведенную продукцию, реализовать ее по соответствующей цене. И выстроить соответствующую экономику под потребности рынка. Соответственно, мы, так как пришли все фактически из торговли, то мы как раз реализацию продукции очень хорошо знали. Поэтому, в общем-то, достаточно легко мы входили в рынок, входили в управление. Никто же поначалу не покупал же в Советском Союзе предприятие крупного машиностроения. Потому что никто не знал, куда продавать это все. Почему покупали сначала сырьевые компании? Потому что было понятно, что делать с сырьем. Ну и был элемент случайности, конечно. Некоторые виды бизнеса, по-моему, попадали и случайно. Много было случаев разных. Но тоже в итоге рождал какой-то бизнес, какой-то концепция, какой-то стратегия. В итоге. Либо, если это не рождало стратегии, мы продавали. Продолжение следует...